Свертки берут список и сворачивают его, возвращая в результате некоторое значение. Можно поставить обратную задачу. Взять некоторое значение и дальше, обрабатывая ее некоторой функцией, построить, сгенерировать на основе этого значения список. Такая задача может быть поставлена и может быть решена. Давайте посмотрим, как это можно было бы сделать. Попытаемся написать тип этой функции, который назовем unfold. Ну, первое, что у нас должно быть, у нас должен быть возвращаемым значением список некоторых значений. Второе, что должно у нас иметься, это некоторое инициализирующее значение, которое мы передаем в качестве исходного. Тип его не обязан совпадать с типом списка. Третье, что нужно, нам нужна некоторая функция. Что должна делать эта функция? В качестве аргумента она, естественно, должна принимать инициализирующее значение. То есть, по типу совпадать с типом b. Что она должна возвращать? Простой вариант, пускай она возвращает нам значение a. Но в этом случае мы ничего интересного сделать не сможем. Действительно, поскольку у нас инициализирующее значение всегда одно и передается при запуске функции unfold, то на следующей итерации этой unfold мы хотим строить список не из одного элемента, а из многих элементов. Мы не сможем использовать никакого другого инициализирующего значения, поэтому список всегда будет составлен из одних и тех же элементов. Ничего другого построить на основании одного значения типа b мы не сможем. Поэтому возвращаемое значение для нашей функции должно быть немножко сложнее. А именно оно должно быть устроено так. Нам должна возвращаться пара того элемента, который мы запишем в список на текущей итерации этой самой развертки, и нового инициализирующего значения. Вот такая вот сигнатура функции уже хороша, и в такой сигнатуре мы можем написать реализацию этой самой функции unfold. Но после того, как мы написали сигнатуру, давайте попытаемся написать реализацию этой функции. Что должна эта функция делать? Она должна принимать, ну, во-первых, некоторую функцию f, которая будет осуществлять развертку, типа ее мы только что обсудили, и, во-вторых, некоторое инициализирующее значение. Что она должна сделать? Для того, чтобы что-то записать в список, нам нужно получить значение типа a. Единственное, что мы для этого можем сделать, мы можем вызвать функцию f на значении in. Тогда у нас появится первое значение a. Давайте вызовем f на значении in. В результате у нас получается пара a и b. a мы должны записать в список, b мы должны использовать на следующей итерации, в следующем вызове. Давайте мы скажем следующее. Давайте мы, скажем, свяжем возвращаемое значение f in с помощью let. Let. Ну, дальше у нас имеется пара. Мы могли бы написать пару, нам элементы этой пары понадобятся. Поэтому давайте выполним представление с образцом. Первый элемент этой пары, то есть тот элемент, который мы хотим записать в список, обзовем x. А новое инициализирующее значение обзовем, например, in. Вот теперь у нас имеется объект типа a для записи в список и b для новой инициализации. Поэтому мы можем написать дальше предложение in. И давайте теперь осуществим рекурсивный вызов. Как нам осуществить рекурсивный вызов? Что нам для этого нужно? Нам нужно, во-первых, сказать следующее. Что мы должны значение x записать в голову некоторого списка. А как этот список будет сформирован? Список значений типа a. Он, его оставшаяся часть, будет, а должна быть построена с помощью рекурсивного вызова нашей функции unfold. На каких значениях? На той же самой функции f. Она у нас универсальна для нашего вызова. Но теперь мы должны использовать уже новое инициализирующее значение. Если бы мы не обеспечили этого варианта, как вы помните, мы бы получили список, содержащий одни и те же самые значения. Но теперь у нас есть in. И вот теперь такая функция unfold готова. Мы получаем значение типа x в качестве в голову списка. И следующий вызов на новом инициализирующем значении породит нам при итерации следующее значение типа x. И дальше следующее, следующее, следующее. Наша функция unfold конструирует бесконечный список по какому-то правилу. Ну, давайте сохранимся, проверим, что у нас все работает. Так, все компилируется. Теперь для чего мы могли бы применять функцию unfold? Ну, есть одна стандартная библиотечная функция, которая очень хороша для unfold. Это функция, которая зовется iterate. Я напомню, что функция iterate принимает некоторую функцию и некоторый инициализатор. И дальше формирует бесконечный список, состоящий из сначала инициализатора, потом функции, примененные к инициализатору, потом функции, примененные к результату этого применения и так далее. Каждый следующий элемент этого списка – это применение функции f к предыдущему элементу этого списка. Давайте попытаемся написать функцию iterate через unfold. Это несложно сделать. Ну, во-первых, мы пишем unfold. Во-вторых, мы должны построить функцию, которая выполняет интересующую нас работу. Ну, давайте строить эту функцию в виде лямбды. Она принимает некоторое значение типа x. Это, как вы помните, первый элемент. И единственное – это инициализатор нашей функции unfold. Принимает некоторое значение типа x, а должна возвращать должна пару. Какую пару? Ну, конечно, iterate в качестве аргумента передается некоторая функция f. Ну, и вот наша конструкция должна использовать эту функцию f. Для чего? Здесь у нас возвращается пара. Первый элемент, который мы должны записать сейчас в функцию iterate – это как раз текущий элемент. То есть мы сначала должны записать x, поэтому мы и пишем, что элемент, который мы приняли, мы пишем в список. Так, а на следующий шаг в качестве инициализирующего элемента мы передаем как раз применение функции f к x. Таким образом, такая функция unfold делает следующее. Она сначала записывает список x при первом применении, а при следующем вызове в качестве инициализирующего значения у нас f от x, на следующем вызове f от того f от x, которое было в прошлый раз, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте сохраним, перегрузим, пригрузим все и посмотрим, работает ли наш iterate как надо или нет. Так, все грузится. Хорошо. Ну, давайте выполним какое-нибудь итерирование. Скажем, напишем take 10 итерейт. А, какая-то функция возведения. Квадрат, например. Примененный. К двойке в качестве инициализирующего значения. Ах, у нас возник конфликт с местный итерейт. Давайте мы исправим эту ситуацию. Мы вызовем функцию iterate, естественно, стандартная функция. Мы вызовем demo.iterate, сделаем квалифицированное имя. Ну вот, мы видим, что действительно у нас конструируется список квадратов. Сначала 2, 2 в квадрате 4, 4 в квадрате 16, 16 в квадрате 256 и так далее, и так далее, и так далее. Кстати говоря, здесь есть маленький нюанс, на который стоит обратить внимание. Посмотрите, у нас точечка в Haskell используется в двух смыслах. Первый смысл использования точки — это композиция функций. Второй смысл использования точки — это разделитель между именем модуля и именем функции, когда мы пользуемся квалифицированными именами. Для того, чтобы, если точечка используется в качестве разделителя, то пробелы вокруг нее не ставятся. В противоположность этому точечка, которая используется в качестве композиции функции, обычно окружается пробелами. Лучше это делать, хотя есть возможность в ситуации, когда можно этого не делать, тем не менее, лучше точку как композицию функции окружать пробелами. С другими операторами это не обязательно, но с точкой. Общая рекомендация, чтобы не конфликтовать с квалифицированными именами, выполнять добавление пробелов слева и справа от оператора композиции.